В Тверской области продолжается расширение сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. В этом году завершится первый этап внедрения программы. Будет создано несколько МФЦ в восьми районах Верхней Волжи. Это позволит достичь большего охвата жителей региона услугами многофункциональных центров. О том, какие задачи стоят перед сетью МФЦ и какие районы в ближайшие месяцы обзаведутся новыми современными центрами, расскажем далее. Проект по созданию МФЦ реализуется на территории Верхней Волжи с 2010 года. За 10 лет удалось открыть 36 филиалов в центрах муниципальных образований и 84 территориально обособленных структурных подразделения в селах, где проживает свыше тысячи человек. Такая активная работа сделала доступным получение необходимых госуслуг более чем для 92% жителей региона. У нас в регионе ведется активная работа по развитию МФЦ как базового института развития территории. Население, которое проживает в сельской местности, независимо от того, какова численность этого населенного пункта, наше население должно иметь одинаковое стандартное качество, одинаково хорошее стандартное качество услуг на всей территории и субъекта, и Российской Федерации. Именно поэтому в Верхневолжье постоянно увеличивается число услуг, которые можно получить в МФЦ. В мае 2020 года этот список вновь был расширен. Так появились новые возможности для сельхозтоваропроизводителей, семей с детьми и награжденных почетным знаком «Слава отца». Теперь родители могут оформить ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет через многофункциональный центр. Папы там же получат положенные им вознаграждения. А сельхозтоваропроизводители могут получать субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат при производстве молока и зареализованное мясо кроликов. Но особо популярны услуги МФЦ у автолюбителей. Выдача, обмен и сдача автомобильных номеров, потому что мы видим, что сеть МРЭО, к сожалению, не так распространена на территории Тверского региона. Также мы хотим ввести точки Wi-Fi бесплатного доступа, чтобы в том числе ребятишки могли пользоваться, если это есть такая необходимость, интернетом. В 2020 году планируется открытие новых филиалов в поселке Оленино, Вышнем Волочке, Бельском, Молоковском, Санковском, Фировском и Краснохоломском районах, Пеновском муниципальном округе. Именно возведение центров в этих восьми районах позволит достичь максимального стопроцентного охвата населения Тверской области услугами МФЦ. Вот как прокомментировали жители других муниципалитетов, где уже появились такие центры, качество предоставляемых услуг. Здесь мне понравилось. Сегодня я подала заявку на оформление права, а через пять рабочих дней я должна получить. Раньше не знаю, куда обратиться, чтобы быстрее документы. Право меняли, тоже удобно. В ГАИ там полтора месяца ждать, а здесь две недели, все отлично. Все сделали? Все сделали. Очень комфортно, быстро. Повышение эффективности работы многофункциональных центров – важный фактор привлекательности региона для населения, повышение качества жизни людей, считает глава региона. Развитие каждого из филиалов – важная задача регионального правительства. Для этого в МФЦ во всех районах региона будут внедрять современные информационные технологии, что в значительной мере поможет ликвидировать в них проблему очередей. Благодаря тому, что подача заявлений будет проходить в электронной форме, живые очереди сократятся примерно на 50%. Продолжение следует...